Что такое окопные свечи, как долго они горят и для чего нужны? Об этом очень хорошо знают неравнодушные арчане, которые делают такие изделия для нужд наших военных в зоне специальной военной операции. Идея делать окопные свечи и дарить тепло из дома Олегу Москвину и его товарищам пришла еще в конце прошлого года. Окопная свеча – это простой источник тепла и света в полевых условиях. Она может гореть в течение почти 7 часов. С ее помощью можно приготовить еду или поднять температуру в небольшом помещении. Арчанам выделили помещение для производства на вокзальном шоссе. Сейчас это небольшая комната, где слаженно трудятся мужчины после работы или выходные. Каждый приходит в удобное для него время. Мы с ребятами тоже ветераны Афганистана. Мы дружим. И вот сидели, подумали, как помочь нашим братьям, чтобы им было и легче, и тепло, теплее, и светлее, как говорится. И решили делать свечи. Взяли материалы, стали закупать парафин. Организовали небольшое помещение. Делать окопные свечи не так трудно, говорит Олег Москвин. Но в то же время есть и свои нюансы. Свеча несколько раз заливается раскаленным парафином, который должен заполнить все пустоты. Именно в этом случае она будет гореть дольше. Правда, цены на парафин с каждым днем растут. И делать свечи становится труднее. Самый дорогой – это выходит парафин. Закупки массово мы не осуществляем, потому что цены растут буквально за неделю сразу на 500-600 рублей. То есть первые закупки мы начинали 2 800 где-то было. Сейчас уже доходит 400, 4 200, 4 400. Если у кого-то есть возможность, мы бы не отказались, конечно, потому что мы закупаем парафин на свои деньги. Мужчины рассказали подробно о процессе создания и показали на практике. Сначала жестяную банку нужно отмыть. После нарезать одинаковые полоски картона и поместить в банку. А лишний картон отрезать. Важно залить парафином до самого верха. Тогда картон не размокнет и будет хорошо гореть. В общем, смотрите сами. Все мы по чуть-чуть занимаемся первым этапом и вторым. Ну, перво-наперво размечается там картон не то, что там по миллиметрам, но хотя бы приблизительно. Делаются заготовки, разрезается, все вставляется в баночку, вставится фитилек и заливается это все уже парафином. Поэтому такого трудоемкого нету. Ну, конечно, процесс такой. Все равно время требует. Поэтому вроде как быстро, но и не быстро получается. А так, такого сложного ничего нет. Ну, парафин закладывается в емкость, растапливается и аккуратненько заливается. Даже он не в один раз заливается, он все равно имеет свойство остывать, осаживается. Поэтому приходится раза два добавлять его, чтобы уже свечи были прям полные. Чтобы, ну, будет это, соответственно, и гореть дольше. Ну, так вот. До кипячения парафина доводится, он 50 градусов, он уже плавится, и потом остывает быстрее. Вот даже на банке видно, вот сюда надо добавлять. Видите, оно уходит, остывает и остается вниз. Вот эти вот пространства мы потом еще раз заливаем. Как мы уже сказали, в этом деле много тонкостей. Например, толщина картона. Чем толще, тем лучше. Парафин проникает во все складки, и таким образом свеча получается качественнее. А вообще, технику создания мужчины нашли методом проб. Мы пробовали три свечи делать. Одна была свеча, мы это закручивали, ну, как бы, змейкой. Спираль. Да, спираль. Она горит где-то два с половиной часа. Ну, проверяли, конечно, текстировали все это дело. Потом с примычкой делали. Она около четырех. А вот это крест-накрест делается, это шесть с половиной часов. Она эффективнее. Ну, больше, конечно, парафина уходит, но зато она шесть с половиной часов горит. Самодельные свечи Арчан отправляют вместе с другим грузом в большой машине. Ближайшая доставка будет в конце марта. К этому времени Арчане сделают более 150 штук. И каждые 12 свечей бережно упакованы в коробку с надписью «Мы с вами». Вот так, с большим трепетом, в темном помещении Арчане изготавливают свет и тепло для наших бойцов. И далеко не для показухи, а потому что нужно. Если вы хотите помочь, оставляем номер телефона Олега Москвина для связи. Ксения Семененко, Константин Макаров, Служба информации, телерадиокомпания «Евразия».